Привет всем! Сегодня про убийство ледяного гиганта. Во втором сезоне я этого не делал, так как гигант был довольно очень слабый, его быстро убили, но не очень интересно было записывать. В сезоне 2 плюс их довольно очень сильно апнули, всех исполинов. Здесь уже пришлось потратить время, силы, немножко прокачать поход. Ну и плюс, альянс сейчас другой, а Т5 их довольно очень мало. Для убийства ледяного гиганта вам потребуются танки. 1-2, в зависимости как танк будет долго жить и как хорошо он его агрит. У танка должна быть маска орликина, это обязательно, чтобы гигант бил именно его. Также вам потребуется 3 отряда магов. Маги, конечно, практически не кодцуют гиганта, но гигант в первую очередь вешает метки на магов. После чего, как метка доходит весь круг, появляется ледяная глыба. Поэтому роль магов это расставлять ледяные глыбы рядом с союзниками, чтобы когда гигант будет использовать массовый навык, вы могли спрятаться за этими глыбами. Ну и ставить их так, чтобы гигант их не сломал. Глыбы ломаются с любого удара. Когда гигант наносит, кинет снежок, ударит с руки, бьет перед собой сплэшем. Глыбы начинают рассыпаться, поэтому магам надо смотреть, куда ставить, а пехотинцам нужно обязательно стараться сохранять эти глыбы. Агрить так, чтобы гигант не мог достать глыбы. После того, как маг поставил глыбы, ну эти 3 отряда поставили, им надо отойти от этих глыб на нормальное расстояние. Ну это примерно 2-3 раза. Попробовать или на видео увидите. Потому что первый спелл по прямой он кидает на тех, у кого больше урона или на ком агр находится. А вот снежок он кидает 100% мага. Ну вот вы можете сейчас посмотреть. Маг поставил глыбу. И теперь ему надо чуть-чуть отойти именно от глыбы. Здесь вот сверху левый игрок подошел слишком в упор. Соответственно вот после этого спела по прямой он кидает сразу же снежок. И именно в мага, вы можете посмотреть, сразу в мага цель переключается. Поэтому магам надо не прятаться за глыбой, а отходить от глыбы. Чтобы глыба доживала до финального удара именно от цикла гиганта. По другим юнитам лучники. Если лучники плохо прокачаны, у нас есть игроки, которые играют конями. У них довольно очень хорошие кони. Можно и конями. В принципе, конями можете бить со спины. Гигант бьет только перед собой. Со спины вы урон с руки не будете получать. Ну вот, у нас одна коняшка там есть. Чтобы начать проходить гиганта, рекомендую взять руну на скорость. Так как вот эта эсэйфа, когда заканчивается, он начинает кидать снежки. И там не всегда хватает скорости. Вот удар по площади. Вам надо спрятаться за глыбу, именно где синяя территория. Вот здесь слева, кстати, есть лайфхак. Сюда можно спрятаться. Ну, лучником у меня ни разу не получалось. Коня хорошо прячутся. И он вас не сдувает. Здесь багает текстура. Вы остаетесь. Получалось, что только конями. Теперь цель прятаться за глыбами, на ком метко висит других игроков. Цель не попадать между гигантов и целью. Когда снежок летит, потому что на своем пути снежок все убивает. Там 95%. Ну, редко когда кто-то выживает после снежка. Когда вы добежали до линии, эта линия безопасна. Вы уже целью не останете. Но вам надо именно зайти туда. Вот, как у нас пех делать, никогда не делайте. Вам надо зайти именно на синюю территорию. После этого собирать камни. Когда вы собираете камни, вы начинаете на 30% наносить больше урона гиганту. Ну, самое много у нас умирали именно на этом этапе. Вот самый первый этап. Чаще всего очень много умирали. Некоторые прячутся, другие не могут отойти. Там, конечно, споров было очень много. Вот этот самый сложный этап был, когда он снежки кидал. И все. После того, как он кинул определенное количество снежков. Теперь просто атакуем. Также фаза повторяется 3 раза. Потом по толпе. После этого он снежки не кидает. Бьет просто по толпе. Кругом. И после удара кругом. Начинается третья фаза. В третьей фазе он начинает опять снежки кидать. Ну, в принципе, если вы не убиваете до конца второй фазы, то шанс, что вы его пройдете, очень маленький. Так, здесь дается таймер. Время определенное на убийство. Если вы не успели убить, то все, кто находится на арене, умирает. Так бы я не сказал, что гигант прям очень сложный. У него единственное, что вот этот интервал со снежками вы его не можете атаковать. Если урона у Альянса не хватает, то просто таймер выходит. Чаще всего, как у нас было. Ну, и здесь четко должны знать свою роль пехотинцы и маги. Потому что у нас бывали случаи, когда маги ставили в упор вот эти глыбы. А если, примерно, две-три глыбы стоит в упор, через них не всегда получается пройти. Можно пройти, тыкая кучу раз пройти, он сперва тупит отряд, потом начинает нас пласть идти в глыбы. Но с учетом, что здесь урон идет по сплэшу и там дается очень мало времени, ты не всегда успеваешь зайти и часто получаешь урон. Поэтому магам надо четко знать, как ставить эти глыбы, на каком расстоянии, чтобы игроки могли проходить между глыбами, а не так, что они сплошной стенкой поставили. И отходить после того, как вы поставили глыбу и не получать стежок. Очень, ну, наверное, процентов 50 всего здесь это у магов и у пехоты. Именно работы. Ну, а другим игрокам просто наносить урон, своевременно реагировать и не попадать под снежки, когда вас гиганты отбрасывают. В принципе, я заметил тенденцию, все пытаются найти побольше урона. Ну, в том плане, что фаза начинается, он думает, я еще два раза стукну и потом побегу. Лучше пытайтесь сохранять отряд. Если, наверное, гигант отбросил после вот этого всего, ну, вашего старта, у вас хаос на карте и пехотинец стоит, и рядом много луков стоит, и он бьет с руки, и вы получаете белую цифру урона, отойдите, потому что, ну, роль пехотинца это танковать. Вы стоите рядом и получаете урон. Лучше потратить там секунды 4 и отойти с полным отрядом и начать бить, чем стоять эти 4 секунды, получать урон, потерять довольно нормальное количество войска, и, соответственно, уже после этого вы будете наносить урон меньше. Потому что, ну, вот сколько мы пытались играть руну на хилин, не получается здесь взять. Ну, в некоторых определенных случаях бывает не получается, но, к сожалению, не всегда. Ну, вот уже конец второй фазы, она закончилась, начинается третья, появляется таймер. Почему я говорю себе, в конце второй фазы вы не убиваете. Ну, и все. Здесь мы успели. Если прямо у него остается где-то 900 тысяч, у вас запускается таймер, выйдите, выйдите с арены, не забивайте лазареты, лучше попробовать заново. У нас, даже с учетом, что здесь русскоговорящий альянс, что все друг друга понимают, пришлось очень много раз писать, скидывали в видео, много раз объясняли. Ну, попыток 20, там, примерно, минимум понадобилось, чтобы пойти именно гигантам. Очень сложно бывает достучаться до игроков, объяснить, многие игнорят. После того, как у них там три или четыре неудачные попытки, и у них, грубо говоря, 150 тысяч в лазарете, просто из-за попыток, они более-менее уже начинают прислушиваться. Поэтому, если у вас, у альянса, не получается с первого раза, многим вы пишите, посмотрите видео, пишите там, рассылку делаете, вылаз пишите, игроки соно делают ошибки, старайтесь не обращать внимания, просто больше попыток, больше, 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 пока у игроков не забьется лазарет. Когда у игроков начнут забиваться лазареты, они уже начнут сами проявлять инициативу, искать информацию, где-то читать, где-то вникать. Ну, по крайней мере, на моем опыте, вот мы брали гиганта, после этого брали птицу, это уже четвертый сезон, и соно на птице есть игроки, которые, ну, примерно, первый-второй сезон не активно играли или были в том альянсе, которые не брали птицу. И там приходилось тоже много раз объяснять, много раз попыток, но с птицей намного легче было, конечно, там попыток, наверное, шесть у нас было, на седьмое мы взяли. А на гиганте прям долго мучились. Нам сперва многие умирали, а потом просто урона не хватало. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам будет полезно, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.